Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. Вначале коротко о главном. Отчетный период в поселениях Ленинского района завершился докладом главы городского поселения Видное Моисея Шумаилова. В рамках подготовки добительного сезона за счет бюджетных средств были отремонтированы и реконструированы 2318 полёных метров сетей теплоснабжения. Заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков обсудил с жителями района вопросы транспортной доступности. Мы работаем для жителей и первоисточник, конечно, это жители. Вместе с мамой с пользой проводят время дети в центре досуга Дроздова. Все работы, которые мы здесь делаем, вывешиваем на стене. У нас такая импровизированная выставка получается. В районном центре культуры и досуга прошел отчет администрации городского поселения Видное по итогам работы в 2018 году. Доклад главы поселения Моисея Шумаилова закончил серию отчетов глав всех территорий Ленинского района. О том, как прошел 2018 год и что удалось сделать на благо жителей в нашем следующем сюжете. В Видном активно ведется работа с детьми и молодежью. Ее результаты смогли оценить жители, пришедшие на ежегодный отчет главы поселения Видное. В холле на втором этаже расположилась большая экспозиция, представляющая деятельность всех клубов по интересам МБО «Энергия». На данный момент их 15. Здесь были представлены декоративно-прикладное творчество, живопись, моделирование, а также гордость оборонно-спортивного клуба «Ратник» и клуба фехтования и исторической реконструкции «Цитадель». Девятый-десятый век. У нас то есть Скандинавия, Европа. Также у нас есть более поздние образцы. То есть это вот 18 век шпага. Есть шпага раннеренессансная. Мы всегда рады, чтобы к нам приходили люди, приобщались к истории, к нашей культуре, к боевому ремеслу. Также у нас есть фаер-шоу. Мы участвовали в конкурсах и выставках, таких как «Моя Россия», «Всероссийский конкурс», «Гармония творчества». Занимали призовые места. Не только мой клуб, но и клубы моих коллег. В общем, год прошел очень благотворно. В своем ежегодном отчете о работе за прошлый год глава городского поселения «Видное» Моисей Шамаилов сделал акцент на мерах, принятых для улучшения условий проживания жителей и создания комфортной городской среды. В 2018 году в «Видном» действовало 10 муниципальных программ. Было отремонтировано 20 автодорог, в том числе транспортные артерии, ведущие в деревне Опаренке и Спаское. На 2019 год уже запланирован ремонт 11 дорог общего пользования. Также продолжилась реконструкция теплосетей и коммуникаций. В рамках подготовки к отопительному сезону за счет бюджетных средств были отремонтированы и реконструированы 2318 погонных метров сетей теплоснабжения, 1055 метров сетей водоснабжения и водоотведения 137 погонных метров. В рамках губернаторской программы в «Видном» были заменены 64 остановочных павильона. Город перешел на раздельный сбор мусора для дальнейшей переработки отходов. Для этого оборудовали около 300 площадок. Начались работы по самым проблемным объектам «Видного» – проектирование канализационной насосной станции в микрорайоне «Завидное» и строительство выезда из 6-го микрорайона. Строительство выезда дороги из 6-го микрорайона мимо деревни Ербольна на Донбасское начинается в этом году в мае, закончится ориентировочно в ноябре. Ну и в работе находится проектная документация по строительству дороги выезда из «Зеленых аллей». За счет срез местного бюджета в 2018 году было выполнено комплексное благоустройство 13 дворовых территорий, где появились новые детские спортивные площадки, дополнительные парковочные места. На это было потрачено 116 миллионов рублей. Сформирован список адресов для благоустройства на 2019 год, который составлен на основе обращений граждан и голосований на портале «Добродел». На мероприятии присутствовал и глава Ленинского района Валерий Венцель, который предложил отчитываться главам поселений чаще – раз в полгода. Такая форма раз в полгода взаимодействия и общения, помимо тех встреч, которые регулярно проводят с органами местного самоуправления, большая работа проводится депутатским корпусом, но так или иначе почувствовать лишний раз ответственность перед жителями, которые доверили руководить территорию, необходимо раз в полгода. Затем последовало награждение наиболее отличившихся жителей Витного, а завершилось мероприятие традиционно вопросами из зала. Людей интересовало, где можно детально ознакомиться с генпланом городского поселения на 10 лет вперед. Продолжится ли губернаторская программа «Мой подъезд»? На эти и другие вопросы жители получили исчерпывающие ответы. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. Зампред областного правительства Игорь Тресков побывал с рабочим визитом в городе Видное. В зале кинотеатра «Искра» вместе с главой Ленинского района Валерием Венцелем он обсудил перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета, а также встретился с жителями. Встречу решили провести в формате вопрос-ответ. Среди участников были старшие по домам, местные депутаты и просто неравнодушные люди. Затронули такие темы, как строительство выездов из города, реконструкция развязок и расширение дорог. Я уверен, что вот с такими совместными консолидированными действиями правительства Московской области, губернатора и муниципалитета, вместе с нашими жителями, общественностью, мы обязательно исправим ту ситуацию, которая вот так сложилась, годами копилась. Мы обязательно постараемся сделать так, чтобы и выезды с города Видное появились, и 6 микрорайона Старычева, и при общем совместном контроле получили территорию комфортного проживания под названием Ленинский муниципальный район. Каждый пришедший смог задать волнующий его вопрос. Так, активист из микрорайона Бутово-Парк поинтересовался, на какой стадии находится проект Солнцево-Бутово-Видное. Где пройдет конкретно трасса Солнцево-Бутово-Видное? Будут ли сноситься какие-то дома? И в частности, вот кусок, который состоится от начала Варшавки, до расторгового стану шестерка, как раз Бутово-Парк 1. Там от расторговки до ближайшего дома мы менее 50 метров. Пока проект планировки, то есть трасса прохождения дороги, он не утвержден. Он в стадии разработки. Мы его согласовываем, разрабатываем. Как только мы выйдем на публичное обсуждение, мы его обязательно передадим в органы местного самоуправления, для того, чтобы вам его показали, и вы могли высказать свои замечания. Было несколько вопросов, касаемых реконструкции участка Каширского шоссе, новых выездов из города Видное, а также качество пассажирских перевозок. Игорь Тресков на все вопросы ответил очень подробно, а также рассказал об обстановке в транспортной сфере Московской области в целом. Мы работаем для жителей, и первоисточник, конечно, это жители. Не получая обратной связи от жителей, мы можем совершить неверное решение, мы можем неправильно расставить акценты, мы можем делать ту работу, которая в данном районе сегодня не востребована, либо востребована в меньшей степени. Нам надо государственные деньги тратить с наибольшей эффективностью, где жители ожидают наибольших перемен. По окончанию конструктивного диалога с жителями заместитель председателя Московской области пообещал, как можно скорее решить все транспортные и дорожные проблемы в Ленинском районе, а также назвал конкретные даты проведения работ на самых аварийных участках. В Ленинском районе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжается глобальная проверка газового оборудования. Сегодня комиссия посетила деревню Калиновка в Горках Ленинских. Однако двери проверяющим открыли не все. Подробности в сюжете Михаила Решетова. Очередной рейд привел участников проверки газового оборудования в деревню Калиновка. В 17-ю квартиру в доме номер 90 инспекция стучалась безрезультатно. Дверь так никто и не открыл. Соседка говорит, жильцов там много. Однако слишком уж они обособлены. Ни телефона, ни этого, не знаю. У него родни много. Дочери здесь живут. Не знаю, не буду. В Федюкове мать живет. Мизантрупы 17-й квартиры в Ленинском районе не одиноки. Есть еще несколько квартир, двери которых почему-то не хотят открываться. Ни разу не были там. 13-е мы в том году не попали. 7-е в том году тоже не попали. Нам надо вот выйти. А, у них договора даже нет в 7-й квартире. И ни разу тоже не попадали. В чем может быть причина такого нежелания общаться с сотрудниками коммунальных служб? Может быть занятость, а может быть тот факт, что в составе комиссии есть такие специалисты, как Кирилл Браташов. Он проверяет не газ, а вентиляцию. Если, допустим, произошло вырезание стояка, при ремонте, когда делают люди ремонт, убирают полностью венитационные каналы. Снимаем все на камеру, если что, чтобы была какая-то доказательная база. И передаем все в... Нет, не в суд. Это передается в управляющую компанию сначала. Вырезанный своевольно стояк придется восстановить за свой счет. Если жилец не сделает это по предписанию управляющей компании, то заставит его суд. Хозяину, конечно, не хочется, поэтому некоторые и не открывают. Однако отсидеться все равно не получится. Управляющая компания проводит все необходимые действия по розыску собственников, если это собственная квартира. Если муниципальная, ищут контакты по учетному паспортному столу, контактные телефоны, пытаются найти родственников, при помощи которых можно выйти на связь с этим человеком. Больше неоткрытых дверей в деревне Калиновка сегодня не было. Утечек газа в квартирах не выявлено. Вентиляция тоже в норме. Михаил Решетов, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. День православной молодежи традиционно проводится в дни, когда верующие отмечают встретение, что переводится как «встреча». Все, кого объединяет православная вера, собираются вместе, проводят встречи со священнослужителями, обсуждают отношения молодого поколения к религии, слушают концерты духовной музыки. В этом году формат мероприятия изменился. О том, как прошли молодежные февральские встречи, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Ежегодное празднование Дня православной молодежи в детской школе искусств города Видное уже стало доброй традицией для жителей нашего района. Именно здание детской школы искусств стало постоянной площадкой для проведения этого мероприятия, приуроченного к празднику Сретения Господня. Из года в год здесь собирается молодежь Ленинского района и те, кому близка православная культура. В этом году решили попробовать новый формат. Обычно проводится концерт в этот день. Сегодня мы решили пригласить лектора, ну даже не столько лектора, сколько человека, который имеет определенный жизненный опыт и образование, который поможет нам разобраться с тем, особенно молодежи, как вообще общаться. Общение стало главной темой мероприятия, которое теперь получило название «Молодежные февральские встречи». В этот день всегда подводятся итоги конкурса молодых фотографов «Видное православное». Работы были представлены по пяти номинациям. Среди них запечатленные моменты богослужений, портреты и пейзажи. Все картины очень красивые, живописные, интересные. Очень интересные фотографии. Вот мы только что начали смотреть. Очень красивые и интересные. Ну, сейчас увидим, что больше нас впечатлит. А больше всего у посетителей выставки впечатлила выразительность фотографий. Авторы лучших работ были награждены дипломами и памятными подарками. Несомненно, воспитание любви к прекрасному через искусство – одна из главных задач культуры. Так же, как и обмен духовными ценностями между представителями разных народов. Надо понимать, что такое культура разных народов. Вот здесь как раз не может быть войны, не может быть, так сказать, действий каких-то. Это культура разных народов. Ее надо познавать, изучать, обмениваться, предложать свои. Лекцию-семинар о науке общения провел филолог, магистр богословия Олег Воскресенский. Уже почти 30 лет он живет в США и ведет миссионерскую деятельность, выступая с лекциями о православной культуре. Каждое сообщение состоит не только из текста, который мы слышим, но и контекста тех обстоятельств, в которых этот текст, эти слова произнесены. Кто говорит – важно. Кому говорит – важно. В каких обстоятельствах – важно. Посетившие встречу смогли узнать, как избегать конфликтов в общении, что такое преданность и доброжелательность. И совсем не важно, какого вероисповедания твой собеседник. Прежде всего, нужно видеть в нем душу и общаться с ним от сердца к сердцу. Дмитрий Книга, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ. Мастер-классы, кружки, выставки. В досуговом центре Дроздова каждый найдет себе увлечение по душе. И не только дети, но и взрослые. Так, в мастерской под названием «Вместе с мамой» ребята занимаются творчеством в тандеме с мамами. Екатерина Коваленко понаблюдала за креативными семейными дуэтами. Чувствуете, что не можете где-то вырезать какие-то маленькие уголочки? Мы попросим маму. В досуговом центре Дроздова регулярно проходят занятия в большой творческой мастерской «Вместе с мамой», на которой приглашаются не только дети, но и, как понятно из названия, их самые близкие и родные люди. Здесь мама одновременно и подруга, и наставник, и помощник, и, конечно, преданный почитатель таланта своего ребенка. Получается такой креативный тандем, где участники понимают друг друга с полуслова. Мама у нас не просто тот, кто наблюдает, поучает, показывает, как нужно, делай, как я, смотри на меня, или я буду смотреть, как будешь делать ты, контролировать. Нет. Здесь у всех совершенно разные задачи. Они разведены по сложности. Мама выполняет технически сложную деталь какую-то. Ребенок немножко проще. И вместе все это соединяется в одну работу. В этот раз мастер-класс посвятили дракону, пожалуй, одному из наиболее загадочных и мифических существ. Причем задача стояла непростая. Игрушка должна быть не только яркой и красивой, но и, например, уметь шевелиться. Вот, да, правильно. Вот именно вот этот вот эффект вау должен получиться. И вооружившись подручными средствами и дав волю фантазии, все успешно справились с заданием. Некоторые дракончики получились такими реалистичными, что у них даже появились имена. Моего дракончика зовут Петр Сергеевич. Он разноцветный и самый красивый. Как вот родился Петр Сергеевич? Мне помогала мама его делать. И мы его сделали быстро. Даже слишком быстро. По признанию мамы девочки, эти мгновения совместного творчества бесценны. Дома мы занимаемся школой, уроками, домашними заботами. А здесь мы можем быть непосредственно один на один с ребенком. Чувствуется и взаимопонимание, и сближение. А Екатерина Серцова на мастер-класс пришла сразу с двумя дочками. И значит, они сотворили и приручили двух дракончиках. Но вопрос, какая же судьба ожидает их хендмейд-игрушки, восьмилетняя Ксюша отвечает, не задумываясь. На выставку пошла. Какой-нибудь? На стене у нас дома. Мы вешаем работу. Дома все работы, которые мы здесь делаем, вы вешаем на стене. У нас такая импровизированная выставка получается. Повесим на выставку эту работу. И как, у вас большая коллекция? Да, очень. И коллекция у Серцовых наверняка скоро пополнится еще большим количеством экспонатов. Ведь занятия в творческой мастерской вместе с мамой проводятся еженедельно. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. И коротко о погоде. В четверг днем еще будет достаточно тепло, около 2 градусов мороза, и при этом пасмурно пройдет снег. Ночью столбики термометров упадут до отметки минус 10 градусов. И это все новости на сегодня. Все вам самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин